так так всем привет ребят я вижу что начали все активно подключаться я веду сейчас прямую трансляцию на одном телефоне фейсбук на другом в одноклассниках так как и там и там много подписчиков очень много писем получил в том числе и в контактах просто нет готового третьего телефона скоро начнем вещать везде в инстаграме вода и и вконтакте в одноклассниках фейсбуке одновременно так в фейсбуке вижу порядок беру бельских кишиневских наши витали так вот единицу дан души не виктор субанский резинат то что там его протеста кожи дискутом шидис при протест рожками вижу кишиневка гул ну что ребят как настроение как качество звука надеюсь все в порядке проверим на всякий случай вроде все включено так родные фалешты вижу так пишут звук плохой так вот и марьяна рамуна запишет про то все-таки звук есть или нет ребят чтобы понимать максимум не стоит раз-два-три-четыре-пять больше у вас это были так ребят напишите пожалуйста звук так в одноклассниках вижу со звуком все в порядке в фейсбуке некоторые пишут сауди фартер и вот еще сообщение нуть ауть так почему еще секундочку настройках еще раз смотришьте волом увольте да да и да тла максим так ага вот пишут все хорошо так вижу владимир попов симфатага пишет все хорошо у басиста звук хорошего да на грицека ну окей ребят значит может быть не совсем проблема в качестве только сигнала с интернетом у меня слава богу все в порядке что-то от 50 до 100 там так сунет им ордене или анкашу салут или так вижу наши продолжают подключаться так моя проки пишет нету звука другие говорят отличный звук петличку самую простую тебя бы купила не было ребят проблем таких так питер на связи ноги пишут что все таки зубки но я буду говорить громче так ну что ребят я вас приветствую дорогие друзья в асалут стимас приятень но ним в азуди молд но не амблит на купарериде рэл пентру мини че обтан амблит сэнчерк сэфил кэт мэй эксплэчит санцэлягат татэ луна анабелили амблит че сантэмпу ла ной акум а република молдова каарсан планурле мели и плану партиталу носту пенту витор хочу начать с самого главного я получил огромное количество писем в соцсетях в фейсбуке в одноклассниках во всех соцсетях одни пишут, что исчез другие по секрету говорят о том, что я там какие-то партии обсуждают что у меня там какие-то секретные переговоры с Плохотнюком третьи пишут, что я как бы все бросил навсегда уехал, никогда не вернусь четвертые значит, что партия умерла и так далее хотя как мы умерли, мы показали в Бельцах но давайте обо всем по порядку значит, пункт номер один в результате спланированных мной действий еще в начале этого года значит, мы для того, чтобы показать на весь мир какая в Молдове демократия как кто-то продвигает европейские ценности кто-то продвигает свободу СМИ кто-то говорит о реформах в юстиции и так далее значит, чтобы показать всему миру значит, вы помните, начался инициатива о референдуме в Бельцах о доверии, либо недоверии демократы сделали все, чтобы он не состоялся зная его результат тогда я спровоцировал досрочные выборы в Бельцах чтобы показать, что они держатся за место с одной стороны с другой показать всем в стране как реально обстоят дела в Бельцах а не те опросы, которые публикуют там Додом, Плохотнеки, те институты, которые им принадлежат а сегодня все, кто делают опросы подконтрольные либо обоим либо кому-то из них по раздельности то есть, кто-то делает замеры под них, кто-то вообще ничего не делает значит мы пошли на досрочные выборы в Бельцах не просто пошли на досрочные выборы а мы спровоцировали выборы самое главное в Кишиневе столице нашей Родины хотя то, что происходит в Бельцах в последние годы то, чего мы там добились говорит о том, что все-таки Бельцы больше тянет на столицу, чем Кишинев но это тема другой разговор хотя я люблю всю страну люблю Кишиневцев, жители всей страны вы все это знаете я не делю людей ни на национальности ни по языковым признакам и так далее значит в результате этого произошло то, что было очевидно что и в Бельцах, и в Кишиневе не дадут пройти кандидатам от Департии от Плохотнюка не важно, открытым, закрытым и так далее значит, в результате чего проевропейская, правая оппозиция как они себя называют получили знаете, как воскресли из пепла ну и в Бельцах просто переутвердили правые воскресли из пепла за счет того результата, который они получили на выборах Кишиневе да я не комментировал много месяцев ни Кишиневскую ситуацию ни ситуацию с республиканским стадионом ни ситуацию с русским языком вы знаете, потому что любое мое вмешательство это было бы, что вот рука Москвы туда влияет этим мешает одним мешает провести протест вторым победить в Кишиневе и так далее как бы люди сделали так как посчитали нужным правые получили некую икону в лице Андрея Анастаса это повысило рейтинг его платформы, да мы вместе протестовали с платформой, с Додоном вы все это помните и делали в свое время все для того, чтобы не разъединять общество наши правые оппозиционеры пошли по пути подписали с Майя Санду декларацию не сотрудничать с олигархическими партиями там, Додоном Плохотняковым что-то так далее но туда же они вписывают нашу партию что четко для меня стало понятно что Майя взяла под полный контроль правую оппозицию как диктует Майя Санду так там все пляшут нравится это кому-то сегодня нет или нет нравится это или нет это другой вопрос значит что происходит дальше значит они абстрагируются они с одной стороны призывали на все протесты примаров все граждан кто-то пытался даже говорить на русском языке но в то же самое время на сцену у них выходили такие пассажиры после которых любой уважающий себя гражданин Молдовы разворачивался и уходил причем уходили люди и те которые считают себя молдаванами и те которые считают себя русскими и украинцами и поверьте мне что да может быть не так много но уходили даже те которые считали себя румынами потому что протест стал политизированным один кричит про объединение с Румынией второй про советскую оккупацию и так далее и так далее ребят стоять вы говорили про гражданский протест я вот смотрю новая акса которая называется оккупай Гугуца да там люди говорят о незаконной стройке на месте кафе Гугуца значит бизнес центры там отеля плохотником и так далее люди реально не говорят о политике не говорят ни о объединении ни о разделении ни о таможенном союзе ни о европейском и так далее люди чего-то добиваются то что устроили правы сегодня это пошел колоссальный разрыв общества все больше людей мне говорят пишут спрашивают вот как идти видели многие реакцию Чубашенко может быть где-то слишком резко может быть кому-то показалось слишком жестко но он пишет правильные вещи ребят вы подписываете декларацию что вам воняет от нашей партии и платформа да не имела права морального подписывать такую декларацию потому что когда они кричат что они жертвы режима и так далее послушайте мы начали воевать немножко раньше платформы да еще не было даже в роддоме когда мы начали воевать на с режимом и в 14-м году да по-моему не по-моему а Андрей Анастасов еще несколько человек которые сегодня входят в платформу да по-моему господин Павловский еще кто выходили говорили да мы там против политических амбиций Усатого но вот его незаконно сняли с выборов когда помните Патрию сняли с выборов за несколько дней и так далее все остальные которые сегодня борются за демократические ценности молчали включая Майю Санду которая была тогда в основном костяке ЛДП где даже сторож в офисе ЛДП знал о том что ЛДП вместе с Демпартией с Плохотнюком Филат с Плохотнюком нас снимали с выборов Филат на полю контролировал полицию МВД Кавкалюков и так далее Плохотнюк суды прокуратуру снимали на СОБА Майя Санду если ты прожила в Америке и ты такой у нас борец за демократию значит почему ты не вышла тогда не написала три строчки в фейсбуке что партия в которой я сегодня выхожу партия которая крадет деньги замешана в краже миллиарда значит причем какой-то транш был даже в тот день когда насняли выборов Майя ничего не сказала сегодня вот впервые беспредел в Молдове нет ребят беспредел начался в 14 году просто не все это хотят признавать сегодня они хотят признавать о том что мы спровоцировали Киртуаку подать в отставку пройдет время и вы узнаете как подал Дарин зачем в какое время суток с кем консультировался и так далее сегодня не место для этих разговоров в течение этих двух не двух а трех лет я никогда не критиковал оппозицию которая борется с правящим режимом не важно являлись они пророссийскими проевропейскими прорумынскими потому что я считал что есть общий враг режим создан Владом Плохотников и вокруг этого надо как-то объединяться сегодня то что произошло это просто некрасиво это с точки зрения морали неправильно за Настаса голосовали очень много людей которые говорят только на русском или владеют плохо государственным языком за Настаса голосовали те которые считают что язык государственный молдавский и правильно считают у меня такая же позиция от рождения я не меняюсь и никогда меняться не буду но когда все решили стать под шатер шатер Майю Санду Майю Санду а конкретно под ее юбку ну ребят я конечно объяснил и извинился когда я голосовал и призывал голосовать за Додона хотя он всю жизнь был человеком Влада Плохотнюка я это признал потому что была сторона другой стороны Майя и был Додон который обещал вылезти из-под Плохотнюка это мы 10 раз обсуждали и так далее я могу признавать и буду признавать свои ошибки когда не есть если надо наступить день извинюсь даже на колени перед всеми гражданами Молдовы если моя ошибка которую я совершу будет требовать этого и стесняться никогда не буду попросить прощения у людей в стране которые кто-то меня поддерживает кто-то против но это все граждане нашей страны но сегодня когда я смотрю как все залезли под юбку Майя Санду а самое страшное что Майя Санда является тем человеком которая не заботится о тех кто залезли к ней под юбку потому что если бы она о них заботила то она бы им хотя бы туда под юбку установила кондиционер чтобы ну со мной душу вам не субфост она залезет здесь в всего лес устраивает так кого-то пусть будет но ребят я до сих пор молчал повторяю не критиковал оппозицию но сегодня политизирован полностью протест которые были и которые будут кишиными хотя помежду прочим как будто он гражданский не буду называть фамилии но те же правы из лидеров говорили вот ты подправляй людей но как-то не выступай публично а то нас опять на телеканалах кто-то будет осуждать за то что мы чуть ли не с Москвой сотрудничаем и так далее ребят я устал от этого бардака я устал от этого от этой некоторой даже тупизны по-другому не могу ее назвать поэтому касаемо протестов скажу вам следующее значит на протестах мы всегда участвовали на всех которые были против правящего режима в Молдовии я считаю что все граждане страны которые хотят изменений должны протестовать но политические партии не имеют права монополизировать этот протест раз пункт номер два уберите этих своих контролеров возле сцены потому что когда мы протестовали мог выйти любой желающий говорить на русском на молдавском те которые считают что язык румынский украинском на каком угодно гагаузы болгары все могли выйти сегодня там дирижеры сидят тому нельзя пусть не выступает этого поставим двадцать пятыми и так далее должны выходить должны выходить люди и каждый гражданин Молдовы должен понимать и считать и быть уверенным в том что это протест каждого гражданина Молдовы каждый из вас должен быть лидером этого протеста а не те которые называют себя лидерами этих протестов чтобы было понятно значит то что политические партии кричат что это там только про европейский протест ну вы знаете не хочу я ругаться и все-таки не буду сегодня этого делать значит но это бестолково безграмотно и нечестно значит хочу обратиться к Майя Санду мультиматы доомна Майя Санду не ка тет ла факту ка ма тс атакат аз декларат декэтива вори ка усаты ести факутка поличан динаш челаш материал кашор ш плахотнюк ши дивин дилуми терлоп Майя куда ты репет штиу ка еш наскут в району фалешту не сомн наскут и я штиу ка м кунуш фарти бени биография терминок повеще лестя ка че ищи спуи ту ест мут маи ступит маи мурдар ши инкорект декат чар ши истора ку сирени каре 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 ссо бази на алижерили президентале ши апропо кам ссо багау ку алижерили президентале ку сирени каре ши ио иши ши 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 кае абсурд ка дако ебсурд не контеаза ка ка ест конкурент електорал декентру декентра 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 кад кад ба са нтамплэ инкорект требе декентра ищи декуноскут ка дако ну сунт я пророман ка Андрей Настаса аста ну аммнэ ка я сунт декор ка 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 уфос иллигал науфост акчептати резултати лейжроу ничном аста уфос насяж мизерия зуридик ка уфот лапшин осте но мак проблема не ка тэн дла фапту ка ной нам дать нишу тимей ка нафос ка дин курс восьмай калкар пибек восьмай фотография восьмай декларат ню сирку да есть и пряп цэн пент ка скот сумпорзив да уркум ляз дат мотивис уага ца пат ляз да спичал треба вас восьмай санатож дармай сан дармай копил ариш и девуш баймул скупий яра у него не асу витки и наскот что я ай крис кути рабыня заур просто мария а дакай привит рабыня изавра кулу идея филму яра борьба с рабовладельческим строем а не создание то что ты пытаешь сегодня навязать и своим партнерам по протестам и своей партии мая кунос хварти бинь кэт с вами не уплекать де латини кэт уплекать диналти партии партнер дейтэй кунос хварти бинь тот же история пеледемиеву онди семнес купили демиеву шэт смирваса партнерам 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 а демонстрат кэм 2 ани Балтсу а демонстрат cel mai transparent оращ din Republicа Молдова conform не declarація лори милитар cercетарилор организаций даму Igor Монтеану и дезвитору и тот партнерам 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 не уплакат в форт капеледемиеву в комбинации в илегалитет как партнерам ашак Майя Сандо вонцелек аз дам ной пеледемиев да еш ку пасу дар Майя вонцелек подстреч дим пеледемиев пас подстреч и на партнерам партнерам дак межим в разы ва сауна оркум осамир астежар кэстежар историк апеледемиеву подсфит пас подсфинал партнерам при выходе избани ребят все равно от Майя Сандо будет пахнуть дубовыми листьями понимаете потому что она из ЛДП и как бы она сегодня не пыталась от этого откреститься у нее это не получится некоторые сейчас скажут умники вот усатый начал критиковать оппозицию ребят повторяю еще раз для очень умных средних и не умных что я не критиковал оппозицию просто я не влазил я в ущерб себе рейтингу где-то нашей партии эти месяцы не комментировал протесты бестолковые некоторые из них я не комментировал как та или иная партия повела себя после суда после примарей и так далее пусть каждый решает сам но сегодня вы просто уже устали да допускали мы ошибки совместные и Настаса знает эти ошибки которые мы допускали когда протестовали в шестнадцатом году пятнадцатом году которые с дисковым публик и приват орчи мишкари контрагу вернерин да дак у нас тресу просто ломай асанду ауксин мазы и декларации ну к лобором к партии дунотры поезд подорим другом бун шелабоне шеларили штеску м виаса вас рэд да рам андрей тот же спу бэкс пуй но и партия дуностром страна турнир штерок спорник на и способом партии такера спуне идем партии дистанка на залезим горбеже куркан докумаю ныть спара киры мульт и луми москве и ждет работе к 20 по тему ругать моя сангус не атака ну и фрумосный курьер ребят сегодня повторяю все граждане могу которые хотят изменения должны идти на протест должны требовать с организаторов протеста я буду будете требовать меня сегодня есть организаторы с них нужно требовать если будет много людей естественно в сегодняшней ситуации я считаю что нужно идти правильно подчеркиваю правильно нужно идти до конца поэтому наши примары наши районные организаторы ребят приходите туда как граждане потому что это не протест Андрея Анастасова, это не протест Майя Санду это не протест этого дяди с бородой вылетела фамилия из головы, председатель ЛДП новый, значит это не протест цикл остальных, это протест всех граждан Молдова, на которые вы должны требовать снег, а если вы сметете тех, кто стоит за ними, правительство и парламент, то не забудьте по дороге снести половину тех, кто будет этих умников выступать на сцене по крайней мере сделайте два добрых дела поэтому наши которые меня спрашивают, пишут и так далее, ребята идите, это должен быть ваш протест, и ни в коем случае подчеркиваю, не политические, те, которые были на сцене как бы они не пытались его спрятать подходите к сцене примары все граждане страны, кто хочет выйти сказать слово, оставьте в эти все списки, кому сколько минут говорить на каком языке и так далее, понимаете если кто-то будет выступать против молдавской государственности, можете даже чуть-чуть это самое пощекотать за ухом, понимаете, потому что многие вещи, которые я там слышал они настолько разрывают общество они его не разделяют, они его просто разрывают и это абсурд я хочу сказать правым, которые молчат про республиканский стадион посольство США решило забрать стадион понятно это будет самый большой логистический центр в Европе понятно для всех спецслужб, побольше помещений так, чтобы можно было прослушивать в Берлине и депутатов Бундестага имеют там всю техническое основание для этого в Кишине республиканский стадион должен остаться республиканским стадионом и мне очень жаль что посольство США видя позицию граждан Молдовы не меня как политик что большинство людей против это как минимум некрасиво вы знаете что я могу вам четко сказать что мы придем в классе и когда мы придем в классе я считаю правильно вот есть в Москве улица Мосфильманская да, посольство США на Садовом кольце но одинаковые площади участков, примерно здания и так далее там же где посольство Румынии и другие государства на улице Мосфильманская давайте на выезде с Кишинева вот например там где Плохотнюк затеял арену будет посольский городок вот с красивыми зданиями, скверами с отелями для вашего персонала с гостевыми домами банкетный зал все что вы хотите но не надо трогать, ребят республиканский стадион завтра захотят открыть украинское посольство вместо памятника героям освободителей который стоит в центре Кишинева уже такие умные, как Гимпу там или Шалару хотели его снести открыть там памятник румынскому языку и хочу вам сказать, что не знаю на каком этапе будет стройка когда мы придем в власть но строите вы хотите большое здание и медленно я все равно конкретно без принципии Валорь как у Игоря Таттона я четко с вами сяду и все равно все посольства подчеркиваю я не выделяю мероприятия вот выделить одинаковые участки а представляете в тех посольствах даже которые есть построены будут какие-то красивые центры то есть это может быть центр культуры центр культуры США в том посольстве который есть там может быть библиотека всех писателей США в других посольствах может быть библиотека тех стран, которые представляют именно здание, которое в Кишиневе и вот сделать красивый посольский городок который был бы шикарным И рядом можно и студенческий Вот это было бы правильное решение Не надо забирать последнее, что осталось в этой стране И так ее обдирали и забирали Все Всех Ну, все, что есть Значит Дальше Я вижу, у нас тенденция Что-то некоторые националисты Расщебетались там, да Где тоже, ребят Есть среди вас люди, которые считают Себя романами Существуют романи Не зависит от каких процентов Существует 4, 6, 7, 8 Не зависит Important Это, что нужно, чтобы у вас есть Компортамент Как на ушел Азгага уже, дурного Скотт в очи Пентрючечек Ва доклараться роман Ласас и вы, омени, в пасе Дома Шалару По-нчеркаться и ел Питинпу Существуют монументы Димбел Сфакану Чеф Ну, морок Тотолумец Немец Ну, вы нам Акчептат Что, ну, вы Акчептан Нишодат През монументы Олимпе Романи Хайдес Майпасим Монументы Олимпе Украине Универят Да, ну, требу Существуют монументы Существуют монументы Украинскому языку Русскому Английскому Немецкому Аллею Языков делаем И памятники делаем Каждому языку Каждое посольство Может установить Нет, без проблем За бюджетные деньги Перестаньте Выводить из себя людей И дразнить Вашими тупыми выходками Шалару Я говорил тебе Что я тебя сделаю танкистом Ты пользуешься тем Что у меня нет в стране Ты знаешь Что есть додон Который может только осудить В худшем случае Поэтому выступаешь Шалару Как я вернусь домой У меня есть у самого Такая майка Ну и ты будешь Такой ходить Ты знаешь Я хочу подарок Шалару Я категорически против Я посмотрел На поведение Шора Одного ремнями Другими мышами И так далее Я не буду ничего говорить Я приеду в Молдавию И там поговорим Но Кстати правые Тоже давились Шор просто делает Из них все что хочет Просто в мясорубку И закатывает Они там что-то Ну и вернемся К Тули Шалару Тулик Кумантор как ас Лановый май Я учу Моев Фромосан Кумпарат Гентет Ши импортант К нускри Эн Кириллико Да есть Крисан Либо Янглезы Пчал пентфетин Насам не миг Потребо Так Не отали И майпо Ища шон Трикалори Домостром Почи будь Лаиньма Драпил Репобычу Молдова Вот шалару Вот это будет твоя Форма А за то Что ты наворовал К этому мы вернемся Пока ты был в власти Я даже Буду не против И организую Чтобы у тебя Такие всегда свежие Маечки были В Криковском Пенитенциаре Или других Где ты будешь Находиться Я хочу обратиться К нашим активистам В Унгенах В Фалештах Ребят Ближайшие Районы Которые есть Приведите Пожалуйста Порядок Этот памятник Покрасьте В тот цвет Который он был Родители Мои Слава Богу Дома Передадут Деньги Там Нужно будет Купить Краску Кисточки И так далее Приведите Пожалуйста В этот памятник И не позволяйте Уродам Не важно Какой они Националься Потому что Уроды есть Во всех Странах И есть Разных Национальностей Делать То Что они Делают И когда Они Почувствуют Что они Могут Получить Сдачи За То Что они Делают Тогда Может быть Они Успокоятся Но еще раз Я повторяю Мы ни в коем Случа не должны Допускать Межнациональный Конфликт В Раусе Испликла Атуат илумя Четтотени Кори Секонсидера Сунд Руш Молдовень Румынь Гагауш Булгар Украине Хадис Фим Амприона Хадис Фим Приезен Снули Пермитим Лор Дедряпта Исэн Прорумынь Комыш Страбуник Амед Дела 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 О чем мы говорим Сегодня Сегодня Увидели Просто Что у Гимфа И у Киртуака Упал рейтинг И сегодня Эту нишу Пытаются Занять Эту нишу Пытаются Занять Для того Чтобы Прорумынского Электората Были свои Политики Хотя Всем понятно Шалары Тогда Значит Поэтому Значит Я передам Кстати Эту футболку В Кирюнец Передадите Ее Этот Шалару Так как Он В партии Есть еще Господин Басевску Но тут Хотя бы Прикольный Тут Хотя бы Когда Исполняет Что-то Вот вы Посмотрите Когда Разговаривает Додон Разговаривает Басевску Один Бывший Президент Румынии Второй Пока еще Действующий В Молдавии Понимаете То есть Но Басевску По крайней мере Всегда Говорил Честно Да Что как бы Боя Основной Кумир Путин Поэтому Для Басевску У меня тоже Подарок У меня сегодня Как поле чудес Вот Маечку Специально Басевску С биноклем Так Чтобы он В этот бинокль Смотрел Чем занимается Товарищ 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 Шалару Значит Поэтому Ребят Мы должны Объединить Общество Нужно Взять Гражданам Страны Протестное Движение В свои руки Поэтому Еще раз Призываю Все кто За меня Кто против Меня Все те Которые Кому-то ушли От кого-то Пришли И так далее Ребят Все граждане Страны Должны взять Протестное Движение В свои руки И вы должны Решать Будут Политики Выступать Или нет Выступать Должны все Писатели Политики Музыканты И так далее Все кто За смену режима В стране Но Не то что Не допускать То что они делают Значит Поэтому Я думаю Позиция Предельно Ясна Значит Касаемо Ситуации Нашей партии Ребят Сегодня Сложная Ситуация В партии У нас Все в порядке У нас Честные люди Которые Были Они остались Те кто-то Куда-то Ушел Чтобы они были Здоровы Приеду Поговорим И с теми Которые Планируют Уйти Ближайшее Время Есть там Некоторые Самородки В кавычках Значит Мы обязательно С этим поговорим Но Основной косяк Ребят Спасибо вам За то что вы есть Мы обязательно Идем вперед Значит Вижу очень много Разговоров На тему Шора Что вот Шор Забирает Там у кого-то Электорат Послушайте Все думающие Понимающие Люди Они Знают Нас По делам Они знают Через что Мы прошли И что С нами Делали И что С нами Скорее всего Буду делать Дальше Но мы Отстоим Мы донесем Я по крайней мере Точно Донесу Свой крест До конца И сделаю Все для того Чтобы люди В нашей стране Стали жить лучше Я буду бороться Как я могу Теми силами Которыми Могу И которыми Не могу Я сделаю Все Для того Чтобы ситуация Изменилась Мы Нас ждет Огромная работа Заканчивая август Кто-то Догуливает Кто-то Дыхает С детьми На море И так далее Что тоже Призна Кстати Я там Разговаривал С пограничниками На молдавско Румынской границе Больше машин Из диаспоры Уезжает за рубеж Чем приезжает Вот вам Наш патриотизм Так если Посмотреть на них То я тоже должен был В 14-м году Остаться в Москве И не возвращаться В Молдавию И Заниматься Бизнесом Делать свою карьеру Здесь в России Хочу Напомнить Про То что сделали Бельчане Я с бельчанами Говорил И огромное Спасибо еще раз За это И низкий вам поклон Когда голосовали За нашего Кандидата Бельца Когда Григориша Набрал 62% Перед выборами Сказали Ребята Если вам нужно Чтобы продолжалось То что начал делать я Голосуйте за моего Кандидата Если вы Наш кандидат проиграет Я навсегда Узду из молдавской политики Поэтому я знаю Что есть поддержка Спасибо за то Что увидела Вся страна Бельца Я знаю Какая поддержка Из других районов Страны Что бы там Не мутили С этими вопросами Я знаю Ральную ситуацию И наша партия Будет в парламенте Выборы они перенесли На после нового года Потому что Плохотник должен Сделать все Для того Чтобы скачать колеса И правым И левым Поэтому Тут Ничего Как бы Нового нет Хочу вам сказать Что сегодня Не объединимся Это последний шанс Чтобы вы понимали Это последний протест Я понимаю Что последний Все равно Это Скорее всего Будет тот В котором буду участвовать Вживую В Молдаве Лично я Мы много раз Говорили О том Что нужно Общаться с диаспорой Готовить людей К возвращению В Молдову Организованному И в Странах Европейского Союза И в Российской Федерации Значит Ребят Значит Многие Мне писали С некоторым Я созванивался Поэтому Давайте Перейдем Конкретики Очень много Приходит сообщений Они теряются Особенно В личку Когда пишут В Фейсбуке В ВКонтакте Ну там сотнями Приходят Пожалуйста Но повторяю Только касаемо Организации Представительства В той или иной Стране Европы В городах Российской Федерации Других стран США Неважно Значит Я сейчас Продиктую Телефон Значит На котором Будет Ватсап Вайбер Открытая связь Значит Телефон На который Скидывайте Свой номер телефона Свои данные Сколько вас примерно Человек В том или ином городе Подчеркиваю Италия Франция Румыния Россия Германия США Неважно Значит Скидывайте На этот номер Информацию Этот номер Будет Служебным И будет работать До того времени Пока Мы не освободим Мы не освободим Молдову Значит Номер Приготовьте Записать Кто нет Потом посмотрите В повторе На видео Значит Телефон Будет работать Я его Уже Карточку Активировал Но завтрашнего дня Значит Возьму Еще один Отдельный Айфон Под него Чтобы работали Именно Мессенджеры Звоните Кому как удобно Скидывайте Просто Четкие сообщения В одном абзаце Фамилия Имя В каком городе Находитесь Ваш контакт Чем вы можете Заниматься Работать В соцсетях Есть у вас Люди Или вы просто Хотите поехать Итак Номер телефона Плюс 7 916 267 00 77 Повторяю Плюс 7 916 267 00 77 В ближайшее время Я также сообщу Телефоны В Европе Номера В США И Во многих Других странах Пока начнем с этого Оставляйте свои Я Если не отвечаю Это не значит Что я не прочитал Я буду стараться Всем Да Вот кто-то пишет В комментариях Молодцы ребят Спасибо Вижу Врежь Да Еще 8 Плюс 7 916 267 0077 Специально взял номер Такой Чтобы полегче Можно было Запомнить его И так далее Поэтому выходим На связь Начинаем Полную мобилизацию Еще раз Как граждане Молдовы Не нужно Игнорировать Все протесты Которые против Без все Но берите Контроль Свои руки Не дайте Им Контролировать Либо набивать Там какие-то Шишки Там На каких-то Заявлениях И так далее Как я говорю Можете Будет у вас много Можно и за один день Закончить Понимаете Если будет много людей Я это четко понимаю Поэтому это все Зависит Ваших руках Я вижу Что есть Достаточно Количество людей Чтобы Если я там Вдруг с неба На парашюте Приземлюсь И чтобы Я не попал Через 15 минут На КПЗ Если будет Достаточно Количество людей Значит То Случайно Сможете Увидеть и меня Уже в толпе Но в толпе Народа С которой Мы должны Уже побеждать А не просто Вести Какие-то переговоры Параллельно с этим Отдельно Мобилизация Которая я говорил Закончились У кого Работы Кто-то Уезжал В отпуска Кто-то Ездил К родственникам Я понимал Что нужно Дождаться Конца Августа А не Завгуст Наступил Выборы У нас После Нового Года Но что Выборы Прошли Демократично Чтобы Страна Демократична То страна Должна быть Свободной Должны быть Освобождены Все Институты Не должно Быть людей Владимира Плохотенка Не Те Которые Решают Что такое Хорошо Что такое Плохо Вернее Решать Они должны Только по закону Который Сегодня в Молдове Не Работает Любые Спекуляции Связаны С тем Что Усатый Ушел Пропал Умер Сдал В аренду Партию Там Хочет Уйти Ребят Я уйду Тогда Когда я пойму Что я вам Не нужен Пока я понимаю Чувствую Что я нужен вам И люди хотят Извинения Я буду Бороться Ребят Я вас Люблю Всем Хорошего дня Мы Обязательно Добьемся Всего Только мы Должем быть Вместе И я хочу Вернуться В Молдову Которую Люди Могут Говорить На русском Языке Дома Не опасаясь О том Что будет Закрыта Школа Русская Ребенок Должен идти Строго Молдавскую Школу Румынские Лицей Пусть люди Учатся В тех школах И дети Которых Они хотят В бричанах Пусть учат Украинский язык На украинском Пусть учатся Нет проблем Я создам Для этого Семь условия Где хотят Пусть учатся На русском На молдавском Захотите Три государственных Языка Будет Три государственных И молдавский И русский Захотите Английский Английский Добавим Было бы кому На нем Говорить Потому что Все что происходит В стране Сегодня Говорит о том Что Еще Через Несколько лет Не надо Будет считать Количество людей Которые будут Уезжать в сутки Достаточно Будет провести Перекличку Тех Которых В малове Остался Давайте Не дадим Этому Случиться Я вас люблю Дальше Много Хороших Сюрпризов Путеряна Дивер Межин Двара Навинти Нумурди Телефон Ловец Лас Фак Ищ Под Даной Сфачем Тот Через Грем Ше Сцин Идея Батоле Дела Бородино Овец Нумур Ди телефон Хори Дискутэм Дуар Диспреке Селесте Туати Мессенджер Ватсап Сигнал Вайбер Туати Корисен Телеграм Услин Сталай Кулы Шапан Кул Зива Де Мы Вадурец Козибун Всех вас люблю Спасибо Всем тем Которые продолжают Ити вперед И Уверяю вас Что все будет хорошо Но будет хорошо Только в том случае Если мы С вами Этого Захотим А там Те которые Обижены А6 Свар Толор Счастлив Значит Буду передавать Майки Значит Обязательно Постараюсь найти Какой-то Мини кондиционер Чтобы Те которые Залезли Под юбку Мают Случайно Не задохнулись Потому что В Молдавии До сих пор Погода Остается жаркой И синоптики Говорят о том Что жара В ближайшее время Скорее всего Не спадет Поэтому Раз к попору Идем вперед Ребят Все будет хорошо Мы победим Я с вами И круглосуточно Наблюдать за тем Что реально происходит В стране Пока Так Делайте репосты Пожалуйста Делайте репосты Делайте репосты